В Доме культуры города Видное состоялось мероприятие в рамках 16-го съезда писателей России. Здесь собрались почетные гости, прозаики и поэты из разных регионов нашей страны и, конечно же, авторы из Ленинского округа. Была организована экскурсия в Горке-Ленинске, усадьба Тимохова, обед. И вот сейчас, завершающий день, вот здесь, в зале Дома культуры, Дворца культуры Видное, мы проведем совместное торжественное такое мероприятие с концертом, с выступлением. В прошлом году Видному было присуждено звание «Литературный город России». Налажено сотрудничество между Центральной библиотекой Ленинского округа и Союзом писателей, а премия Евгения Зубова, ежегодно вручаемая талантливым автором, стала всероссийской. Заслуги людей, работавших в этом направлении, были признаны писательским сообществом. Одна из лучших организаций писательских, самая активная, одна из самых активных, так сказать, и не только по творческим объединениям, но и по изданию, что важно для человека, не просто писать и писать куда-то в стол, но и издаться. И руководство города помогает. Со сцены выступили члены литературного объединения имени Шкулева. Они представили свои произведения широкой публике. Мы бы хотели в тех литературных произведениях, которые сегодня в ваших руках, которые от всего сердца просто дарим вам, мы бы хотели, чтобы они долетели до ваших городов. И будем счастливы, приглашайте нас. Одним из авторов, прочитавших свое стихотворение, стала Наталья Замарина. С этой песенкой волшебной, песенкой чудесной, прорастающей в молебном воинстве небесном. Мероприятие такого уровня – возможность для мастеров художественного слова пообщаться с коллегами, обменяться опытом и получить новые идеи для творчества. Хотелось бы узнать, как люди, которые руководят литературными течениями в настоящее время, как они оценивают обстановку и как бы они советовали и хотели бы, чтобы было направлено творчество писателей, поэтов. Вот это мне хотелось услышать, потому что люди разные приглашены из разных областей и городов. Кроме чтения стихотворений, свои таланты гостям съезда показали местные артисты. Особенно запомнилось выступление Оркестра русских народных инструментов имени Глейхмана. Дальнейшее взаимодействие между Союзом писателей России и творческими объединениями Ленинского городского округа будет продолжено. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова